Добрый день, коллеги. Сегодня вашему вниманию представляю нашу, так назовем, свежую разработку. Мы это детище улучшаем, обновляем. Это сервис-интегратор контента Песочница. Разработка эта уникальна. Среди других электронно-библиотечных систем подобного нет. Нет, это разработка не просто новшества, это решение тех вопросов и той боли, которую мы часто слышим от преподавателей, пользователей нашей системы и вообще других систем электронных библиотек. Ну что, приступим. Интегратор контента. Это уникальный инструмент, с помощью которого преподаватель может интегрировать, формировать учебный курс как конструктор, используя любой контент из нашей электронно-библиотечной системы. Он может разместить его на собственном домене или странице. При этом, что самое главное, не требуется дополнительной авторизации от того, кто будет работать с этим контентом. Ну, например, студентом. Или не нужно также вносить какие-то дополнительные правки в код сайта для того, чтобы это работало на вашем стороннем ресурсе. Для создания полноценного курса в нашей системе есть абсолютно все необходимое. Это и учебная литература, как основной посыл, методический материал, лекции, видео. И одно из наших главных направлений в контенте после учебников – это тест. Сервис рассчитан в первую очередь на работу с онлайн-платформами. В особенности такой всем известной онлайн-платформы, как Moodle. Таким образом, мы обеспечиваем использование любого лицензионного контента, который под собой подразумевает проверенные качества, и, соответственно, соблюдение правил цитирования. Для чего нужен интегратор контента? С каждым годом образование становится все доступнее, быстрее становится и уже менее трудозатратным для его отображения. Соответственно, технологии уносят нас и наши возможности далеко вперед. И студенты, и преподаватели больше не связаны с классическим образованием в рамках лекционной аудитории. Предпочтение отдается современным методам организации учебного процесса. С помощью нашего интегратора контента преподаватель может облегчить работу над учебным процессом и существенно сократить время на создание учебных курсов. Мы предлагаем использовать весь огромный потенциал нашей электронно-библиотечной системы не только для обучения, но и для проверки знаний студентов на каждом этапе. Созданный курс можно разместить на любой доступной площадке без ограничений по времени и доступности для студентов. Каким образом, как я говорил, весь контент, который есть, который доступен подписчику нашей системы, его можно использовать для формирования любого учебного курса. в абсолютно различных ипостасях, давая возможность в любой момент воспользоваться именно той частью курса, обучения, которое преподаватель хочет конкретной аудитории предоставить. Как работать? Ну, все просто. Любой доступный контент в нашей системе имеет интуитивно понятный функционал для копирования с разным видом, способом отображения. В собственный курс можно размещать как целый учебник, так и любой необходимый фрагмент из этого учебника. Можно выбирать разные способы отображения контента, от простой ссылки на издание до полноценного размещения просмотрщика учебника. Интегратор контента – это уникальная и очень востребованная разработка нашей ЭБС, которая направлена на развитие и удобство обучения будущих поколений. Достаточно быть подписчиком нашей системы, зайти в личный кабинет и начать работать с нашим контентом, формируя свой учебный курс. Что входит в тип контента для нашей песочницы? Это карты, это тесты, это видео, естественно книги, любая учебная литература представлена нашей системе и аудиокниги. Тип контента, он отличается от всех остальных типов, имеет свои особенности как формирования, так и использования. Как раз именно об этом я расскажу чуть позже в нашей презентации. Как это работает? Основа механизма предоставления контента – это специальные защищенные ссылки. Для их формирования необходимо указать домен или домены того сайта, того ресурса, с которых контент будет отдаваться на площадке преподавателя. То есть, к примеру, это может быть домен сайта вуза, либо домен сайта, на котором размещена ваша, например, Moodle, то же самое, система обучения. Полученные ссылки можно использовать напрямую, но можно обратиться к кодам вставки, которые включают ссылку в свой состав. Код вставки – это специальная HTML-конструкция, определенный фрагмент текста, оформленный специальным образом, который преподавателю необходимо вставить в нужное место своего курса. Также статистика использования контента, подключенном таким образом, пишется отдельно от общей статистики просмотров и скачиваний. Для того, чтобы было преподавателю понятно, в каком режиме студенты воспользовались предоставленной литературой. Просто читали самостоятельно с помощью системы чтения на нашей ЭБС, либо пользовались именно чтением в рамках предложенного им курса. Как вы видите, на картинках внизу видно несколько способов отображения. Сейчас мы к ним как раз и приступим. Способ первый – напрямую со страницы контента. То есть, имеется в виду то, что вы, находясь на ЭБС, заходя в определенный учебник, может быть карты, может быть видео, аудио, книгу. Именно находясь на ней, можете уже вставить в свой курс тот или иной учебник, либо часть из него. Этот способ хорошо подходит, если надо быстро задействовать небольшое количество ресурсов, или, если нет возможности разбираться в работе подборок. На странице описания контента, естественно, если пользователь имеет доступ к сервису «Песочница», появляется специальный значок – видео, угловатых скобок. Его расположение может варьироваться в зависимости от типа контента. К примеру, в книгах, видеокартах и аудиокнигах он находится возле названия, а также в содержании. Также он находится в постраничном просмотре, в шапке страницы, если вы уже зашли вовнутрь просмотрщика по определенному, например, учебнику. А в тестах он находится в зоне редактирования параметров теста. Тесты не предоставляются как подключаемый функционал, так как тогда требуется дополнительная настройка связи учетка тестирования в системе преподавателя. И, соответственно, ВБС. Поэтому для тестов предоставляется возможность экспорта в формате «ГИФТ». Это распространенный формат, в котором он универсальный для использования как раз различного вида тестов. И он легко импортируется, например, в тот же самый Moodle. То есть этот тест легко можно перенести к себе на курс. Продолжаем знакомство со вставкой через вот этот специальный значок угловатых скобок. При клике по такому значку появится окно с возможными видами интеграции. И количество доступных кодов у разных типов контента может отличаться. И чтобы один или другой вид контента скопировать в один клик, достаточно для него кликнуть по иконке. То есть, как вы видите, есть вот их, например, для... Это вот вариант для вставки карт. Так, тут отвечу на вопрос. Правильно ли я поняла, если я имею доступ к ВБС и к своему вузу, то я автоматически подключена к песочнице? Или отдельно надо подключаться? Сейчас для этого необходимо отдельно отправлять заявку для подключения к нашему интегратору контента. Все условия вам могут рассказать наши менеджеры. Либо можете отправить заявку по email, либо позвонить. Все контакты указаны у нас на сайте. Так, смотрим другой способ интеграции контента. Не напрямую, а через подборки. И этот способ хорошо подходит, если необходимо сначала сформировать пакет контента. Подумать над ним, скорректировать его. А уже потом получить все коды вставки в одной экс-союзской таблице. Поместить объект в подборку можно со страницы описания контента. Или через специальную зону поиска. На странице самой подборки. Это как раз эта подборка находится внутри раздела песочницы. В личном кабинете. То есть, вы туда можете дойти. Найти через поиск необходимый контент. Все, что он вам выдаст, вы можете отправить в свою подборку. То есть, отмечаете галочками необходимость. То, что вам нужно. И нажимаете добавить в подборку. Все, она уже в вашем, опять же, в личном кабинете находится полная подборка. Того, что вы хотели отобразить. Особенность работы этого поиска, о котором я вам сейчас сказал. Заключается в том, что он автоматически не показывает объект, который уже есть в подборке. Для того, чтобы не путать вас. И чтобы вы не делали дубли из того контента, который хотите разместить. Также число объектов каждого типа сильно ограничивается. Если требуется более глубокая работа с поиском. То следует воспользоваться нашим специализированным сервисом. В шапке каждой страницы ЭБС. Это называется расширенный поиск. Который вы можете в любой момент войти. И уже из результатов которого вы можете добавить объект в подборку. Ниж на картинке вы видите скриншот как раз со страницы. С помощью расширенного поиска был получен определенный список. Учебников, контента. Вы можете также галочками выделить напротив каждой книги. Есть эта возможность. И выбрать действие добавить песочницу. Таким образом, также в вашу подборку в личном кабинете все эти книги будут добавлены. Также есть еще один вариант. Это код вставки. Для тех, кто лучше разбирается с интеграцией контента, с формированием курсов. Делает это своими руками. На отдельных страницах. Для них сделана такая возможность. Различные виды кода вставки используются одинаково. Нужно просто вставить их в нужное место. В конечной странице, на которой вы собираетесь транслировать свой курс. Есть такой вариант, как прямая ссылка. Этот вид вставки представляет собой прямую ссылку на отдаваемый контент. Например, на ту же самую карту. Его удобно использовать, как я уже говорил, если вы хорошо разбираете сверстки. Или имеете свой макет для оформления курса. Также, если вы пользуетесь визуальными средствами редактирования. Есть более простой вариант. Это ссылка на страницу описания. Этот вид вставки представляет собой простую текстовую ссылку. Ведущую на страницу описания объекта ВБС. При переходе требуется, чтобы конечный пользователь был авторизован нашей библиотечной системе. Использовать его можно, например, для ссылок на дополнительный вспомогательный материал. К примеру, курс полностью отработан. И вы в конце указываете что-то еще, что для более глубокого, расширенного понимания этого курса студенту будет необходимо. Поскольку данный вид кода вставки представляет собой HTML конструкцию, его вставка осуществляется непосредственно в HTML код страницы. Итог вы видите. Среди текста будет тот же самый текст, который вы хотите выделить. И он будет ссылкой на тот контент, который вам необходимо предоставить. Еще один вид вставки это сразу просмотр. Этот вид вставки позволяет сразу отобразить контент в том месте, где он использован. Опять же на примере той же самой карты. Если вы в формировании курса хотите указать определенный кусок контента, Вы выбираете этот вариант. И тогда в онлайн режиме на странице вашего курса будет отображаться полностью та часть контента, которую вы выбрали. С его описанием. Теперь к тестам. Почему это отдельно стоит? Это наша, так скажем, отдельная разработка, которой мы давно занимаемся. Изначально цель была насытить, увеличить количество тестов по различным направлениям. По тому контенту, который мы предоставляем в своей электронной библиотечной системе. То есть это очень сильно улучшает восприятие курса и помогает преподавателю проверить знания, проверить восприятие информации, которую он предоставил с помощью тестирования. Для того, чтобы вставить тест на свой курс, необходимо зайти, соответственно, авторизовавшись в наш раздел интерактивные тесты. И выбрать, например, банк вопросов. То есть можно вставить как отдельный тест целиком, так можно сделать собственный. Через как раз таки нашу новую разработку. Это интегратор создания тестов. Вы можете их выбрать из перечня предоставленного и сформировать свой тест. Который будет уже отображаться на той странице, которая вам необходима. И работать как полноценный тест. Как он должен выглядеть на различных сайтах и прочих площадках. С вопросами, ответами и итоговым результатом. Экспортировать вы можете, соответственно, на странице настройка теста. То есть вы можете он экспортировать в формате gift. Это распространенный, универсальный, специальный формат для тестов. То есть вы выбрали тест, либо сделали собственную подборку. Нажали на экспорт и спокойно этот файл gift разместили у себя. Это еще рано. Что хочу сказать по поводу наших тестов. Мы разработали систему, при которой вам не нужно самостоятельно их, например, писать в Word. И потом присылать нам, как это было раньше. Или как в некоторых других системах, а уже с помощью программистов. Мы этот тест размещаем у себя в ВБС. Теперь вы можете самостоятельно, не выходя из нашей библиотечной системы, в личном кабинете, создавать тест по абсолютно любому учебнику. Или виду контента, который у нас предоставлен. Помимо этого, мы оплачиваем. То есть мы покупаем у вас этот тест при вашем желании. То есть вы можете либо создать его исключительно для собственного пользования. Либо можете его разместить у нас как отдаваемый контент. Все условия, опять же, у наших менеджеров. Для тех, кто этим занимается. Для тех, кому это не сложно. Но я думаю, это очень положительный момент. Суммы там не маленькие за каждый тест. Так что милости просим. Основное по нашему интегратору контента, по нашей песочнице, я рассказал. Что хочу сказать в послесловии. Книга – это величайшее по объему хранилище знаний. Использовать этот информационный массив в иных форматах – это уже настоящий вызов и перспективное направление развития электронной библиотечной системы. В нашей университетской библиотеке онлайн содержится около 150 тысяч книг. Это 108 миллиардов знаков или 21 миллиардов слов. Речь идет не о компьютерных данных, а об учебном контенте. Это тезис, иллюстрации, графики, формулы, задания, тесты, фрагменты текстов. Песочница – это уникальная и очень востребованная разработка нашей онлайн-библиотеки студентов, которая направлена на развитие и удобство обучения будущих поколений. И так скажем, дабы подчеркнуть уместность современных тенденций развития не только учебного контента, но и будущих взглядов на предоставление информации, слева от текста вы видите картинку, которую нам нарисовал искусственный интеллект. Нейросеть очередная. Таким образом она видит библиотеку будущего. Как вы видите, даже искусственный интеллект в будущей библиотеке видит бумажные книги. Что дает некие основания предполагать, что книга с нами будет еще очень и очень долго. По этой теме все. Это основная тема нашего сегодняшнего вебинара. Еще хочу немножко кратко рассказать о последних некоторых работах, которые мы производили в наш отдел разработки нашей электронной библиотечной системы и других наших ресурсах. В основном с этого года мы занимаемся оптимизацией наших ресурсов. Для того, чтобы пользование ими становилось быстрее, лучше и удобнее. Мы ускорили загрузку страниц, оптимизировали отображение контента. Оно сейчас загружается гораздо быстрее. Это дает эффективность. Мы это видим даже с помощью специальных алгоритмов, которые предоставляет тот же самый Google. Он показал, что загрузка наших страниц увеличилась более чем на 30%. Соответственно, также загрузка и самой читалки, когда вы пользуетесь ей на нашем ресурсе. Соответственно, тоже другие проекты у нас улучшились в отображении. Сейчас мы работаем над несколькими направлениями. Одно из направлений это формирование отображения книг в новых форматах. Ну, форматы не новые, но у нас их не было. Например, формат EPUB. Это даст возможность читать книги в онлайном режиме еще удобнее. Позволит масштабировать, позволит читать ее с помощью мобильных устройств в более удобном формате. Выбирать впоследствии шрифт, выбирать подложку и так далее. Мы будем в будущем предоставлять возможность максимально удобного чтения и пользования нашим контентом. Ну, за сим все. Готов откланяться и готов выслушать, если какие у вас возникли еще вопросы. Ну, я вижу, что вопросов нет. Большое спасибо вам за внимание. И я готов передать ведение нашего вебинара Татьяне. Ну, а пока она подключается, расскажу еще о некоторых разработках будущего. В общем, мы собираемся часть контента перевести в отдельные ресурсы для более удобного пользования. К примеру, весь контент по иностранным языкам. Также можно будет работать с ним не только в рамках ЭБС, но и в рамках будущего нового сайта «Ресурсный центр». Где будет возможность не только читать и пользоваться учебниками. Но и мы готовим большую подборку специальных курсов, специальных упражнений для, так скажем, узкого обучения иностранному языку. Сейчас отрабатывается система с английским языком. Там будет английский для юристов, английский для обучения. То есть для тех, кто, например, хочет воспользоваться возможностью зарубежных ресурсов для обучения. Есть специальные курсы для этого. И так далее, и так далее. Для бизнеса, для путешествий и для других направлений. Технического характера для обучения. Это наш, как бы, такой будет ноу-хау в будущем. Так, что у нас есть еще? Также мы сейчас настраиваем свою работу на возможность заказать у нас печатные версии наших же учебников. То есть собственная типография работает. Сейчас, так скажем, нарабатываются все наши возможности по этому случаю. То есть практически любой учебник в будущем, если такое необходимо, вы можете заказать у нас в печатном виде. В любом тираже. Хоть одну книгу, никаких проблем. Так как среди нашего контента, предоставляемого на ЭБС, помимо распространенных учебников, есть литература, которую, ну, найти практически нигде нельзя. Ну, если только, может быть, где-то у букинистов поискать. Но и то навряд ли. Есть большое количество литературы и старого фонда, еще аж дореволюционного. Есть нового, но узкоспециализированного, который не выпускался в печатном виде в больших тиражах. Вы, соответственно, сможете уже в скором времени спокойно у нас это заказать. Часть из этого контента вы можете уже заказать для печати через наш интернет-магазин. Ссылку на него я вот сейчас дам в чат. Также мы интегрировали полностью интернет-магазин наш. С общей системой 1С. Теперь все работает в едином ключе. При заказе, например, той же самой книги для покупки ее или там заказе в печатной версии, вы можете увидеть все этапы в виде текстового написания себя в личном кабинете. И можете отследить любой момент производства книги специально, например, для вас. Так. Ну что еще рассказать? Вопросов пока ни у кого не появилось. Ну что ж, уважаемые коллеги, раз вопросов пока ни у кого нет. Если они возникнут, адреса контакты, наверное, есть у нас, да? Ну, можно найти на сайте и обратиться туда. Павел, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Если с новинками у нас все, тогда, наверное, можем вас отпускать. Спасибо большое. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо.